Уважаемые братья, так недавно мы проводили месяц Рамадан, уже прошел год, опять наступает этот наш долгожданный гость. Поэтому каждый из нас остались считанные дни, как наступит этот месяц. Сколько бы не длился день, наступает ночь. Сколько бы не длилась ночь, наступает день. Сколько бы Аллаху Субханаху Ва Та'Аля не дал богатства в этой жизни человеку, это временно. Сколько бы не жил в этой жизни, человек придется лечь в могилу. И также, Субханаху Ва Та'Аля, приблизил к нам месяц Рамадан, он наступит, и также он быстро пройдет. Аллах Субханаху Ва Та'Аля говорит, эти считанные дни, считанное количество дней. Асхабы Ридуан Аллаху Алейхим, сахабы, посланники Аллаха, салаллаху алейсаляму, саллиху, салиху, готовились заранее, заранее готовились к этому месяцу. Яقول Му'алла ибн Фадал, Кана салфу я джун Аллаха ситтата ашхурин, ан юбаллигахум Рамадан. Му'алла ибн Фадал сказал, Салф, рахмаху Аллах, из сахабов, из Таби'ин, шесть месяцев, полгода, просили у Аллаха Субханаху Ва Та'Аля дуа, чтобы Аллах довел до них месяц Рамадан. За полгода готовились сахабы Таби'ин к этому месяцу. Ва кала Яхья бин Аби Кафир, Кана мин дуаиhim, Аллахумма саллимни иля Рамадан, ва саллимли Рамадан, ва тасалямху мин нитмута кабббала. Яхья бин Аби Кафир сказал, то, что их дуа какой был, как они просили, О, Аллах Субханаху Ва Та'Аля, доведи меня до Рамадана, доведи Рамадан до меня, и прими от меня Рамадан. То есть, доведи меня до Рамадана, то есть, просим тебя, Аллах Субханаху Ва Та'Аля, чтобы не опередила нас смерть до того, как наступит месяц Рамадан, чтобы мы не заболели какой-то болезнью, посредством которой мы не сможем продержать этот месяц. Доведи до меня Рамадан, то есть, сделай так, чтобы Рамадан я смог весь полностью встретить, весь месяц, весь месяц Рамадан, не первый здесь, не второй, полностью весь месяц, и чтобы я смог его продержать. И прими от меня месяц Рамадан, прими от меня этот месяц Рамадан довольствием своим и освобождением от огня, дай мне этот подарок дай мне этот подарок с ночью, наступившим в ряду утренней ночью, дня разговора, поистине верующий, верующий, искренне верующий человек радуется этим месяцем Рамадан больше даже, чем если бы ему 10 миллионов долларов дали, он больше радуется этим наступлением месяца Рамадан. Как он может не радоваться больше? Это ведь месяц, когда Аллах открывает врата рая, этот месяц, когда Аллах, Субхан Таля, закрывает врата ада, это тот месяц, когда Аллах, Субхан Таля, шайтана в сатану привязывает, оковывает. Прощает Аллах, Субхан Таля, в этот месяц. Милостивится Аллах, Субхан Таля, в этот месяц над верующим, рабом, поднимает его даражат. И призывает ангел, вот тот, кто хочет для себя благое, прими это. И тот, кто хочет для себя зло, что-то плохое, отвернись от этого, не бери этого. Каждую ночь Аллах, Субхан Таля, ведет список освободивших от наказания ада. В этом месяце ночь предопределения. Это та ночь, которая лучше, чем тысячи месяцев. Как может не радоваться верующий человек наступление этого месяца? Если бы знал, какое достопримечательность этого месяца, он бы желал, чтобы он никогда не заканчивался. В раю есть дверь, врата называется Райян. Зайдут через эту дверь в студный день постящиеся, и никто помимо них не зайдет. Все люди соберутся на одном месте, скажут, призовут ангелы, где постящиеся? Они встанут, те, кто постился. И никто помимо них не зайдет. Когда зайдут все постящиеся, эти двери закроются. И никто больше через эти двери не зайдет. Муттафакун алейхи, хадис Бухари, муслим передает. Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, одно творение делает лучше, чем другого творения. Одну местность, как Макката-ль-Мукаррама, делает лучше, чем другую местность, чем Аль-Мадина. Одно время делает лучше, чем другое время. Посланников некоторых лучше делает, чем других посланников. Ангелы лучше делают, чем других ангелов. Всевышний Аллах создаёт всё, что пожелает. И избирает всё, что Аллах, субхану ва-та-Аля, пожелает. В Его руках полностью Он, Аллах, субхану ва-та-Аля, избирает, выбирает, только в Его руках. Аллаху ястофи минал-малайкати русулям ва-минан-нас. Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, избирает из ангелов, посланников и из людей. Пост в месяц Рамадан. Для чего Аллах нам предписал поститься в месяц Рамадан? Всевышний Аллах сказал, «О, верующие, я предписал вам поститься в месяц Рамадан. Подобно тому, как предписал поститься тем общинам, которые были до вас. Может быть, вы будете набожными. Может быть, вы будете богобоязненными. Аллах, субхану ва-та-Аля, не сказал, «Ла'ал-лаком таджи'ун», «Ла'ал-лаком таджи'ун», не сказал Всевышний Аллах, «Может быть, вы будете голодными, может быть, вы устанете». Значит, основное, что? Аллах, субхану ва-та-Аля, «Ва тазаваду, фаинна хайр задит таква». Набирайте запасы. Наилучшее из этих запасов – это таква, богобоязненность. Когда человек выходит в путь, это можно сравнить, когда человек выходит в путь, берет с собой мешок с едой, воду, и у него заканчивается вот этот запас. Он потом останавливается на середине пути, опять в магазин зайдет, купит себе хлеб, покушает, опять возьмет, наберется силы и дальше берет. Вот это самый, это запас. Но наилучший запас на судный день – это таква, это богобоязненность. Оставлять вещи, которые Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, запретил, выполнять вещи, те, которые Аллах, субхану ва-та-Аля, нам повелевал, ридаби калиль, довольствуется малым, то, что Аллах, субхану ва-та-Аля, нам дал, это и есть таква. Также было, Аллах, субхану ва-та-Аля, повелевал тем общинам, которые были до нас. Калиль, субхану ва-та-Аля, фи-барьяма алейхиссалям, инни назартули ррахмани саума, фален укаллима ль-явма инсия. Марьяма алейхиссалям в Куране, где Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит, поистине я дала обед Всевышнему, обед поста, и не буду ни с кем разговаривать. То есть пост – это имсак, это обед. Когда Аллах, субхану ва-та-Аля, обещал Мусе, что он с ним будет общаться, и то, что он ему даст тавра, Мусе, алейхиссалям, пропастился 30 дней, и после того, как пропастился 30 дней, еще 10 дней пропастился. Мусе, алейхиссалям, Мусе, алейхиссалям, пропастился 30 дней, пропастился весь месяц. После этого, когда он приготовился разговаривать с Аллахом, субхану ва-та-Аля, подготовился, взял омовение, взял листочек с дерева, пожевал этот листочек, чтобы вкусный запах был из его рта. Тогда Аллах, субхану ва-та-Аля, ему сказал, «Валлахи, тот запах, который был во время поста, более любимый для меня, чем запах этого дерева». Калю, саллаллаху алейхиссалям, «Кулля амали ибни Адам лahu, илля саум, фаинна хулии ва ана очзиби». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, через усты посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, Всевышний Аллах сказал, «Каждое дело, которое делает раб Всевышнего Аллаха, это для него, кроме поста, это для меня, и я сам награжу его». То есть награду дам, самому подарок дам ему за это в судный день. Почему так? Потому что даже если человек, если люди узнают, что человек постится, но когда он остается наедине, он может и выпить воды, и покушать, когда наедине, но он держит, сабр делает, и ради удовольствия Всевышнего Аллаха, субханаму алейхиссалям. Если что-то ему попадает в рот, он, когда берет омовение, старается как можно больше это вывести из своего рта, чтобы не попало, чтобы не было ифтар. То есть вот за это, это говорит Аллах, субханаму алейхиссалям, это действие для меня, и я сам награжу его. Он оставляет свою еду, свое питье, свои страсти ради меня. Постящемуся две радости. Это первая радость, когда он разговляется, когда Муадзин говорит на салат-магреб, на намаз-магреб. И вот эта радость, бывает такое, что человек в обычные дни целый день не кушает, потом ест. Но это не та радость. Он, альхамдуллях, радуется, что он еще один день пропастился ради Всевышнего Аллаха, субханаму алейхиссалям, и разговляется. Вот эту радость он получает, верующий человек. И вторая радость, когда он встретится в судный день с Аллахом, субханаму алейхиссалям, будет радоваться этим постом. И запах, который выходит из полости, из рта, постящегося, лучше перед Всевышним Аллахом, субханаму алейхиссалям, чем запах миска, благовоний. Какое хаджи? Какое основное? Что основное мы должны взять для себя из нашего поста? Это больше стать набожным, измениться в чем-то. Иншаллах, в этот месяц, считанные дни, сделать для себя какую-то программу, иншаллах. В это время читать Кур'ан, навестить родственников, сделать какие-то благие дела, садака отдать, тафтыр саим, сделать так, чтобы у тебя разговлялись спастящиеся, чтобы заработать больше награды на день суда, чтобы Аллах, субханаму алейхиссалям, был доволен нами. И Аллах, субханаму алейхиссалям, в каждую ночь записывает освобожденных от наказания Джаханнам. Валиллэхи утақау минаннар. Валлах, субханаму алейхиссалям, освобожденные от ада каждую ночь. И не знаем, брат, сестра, в какую ночь из этого месяца Рамадана Аллах, субханаму алейхиссалям, запишет, иншаллах, нас, избавшихся, освобождивших от ада, наказания ада. Поэтому приготовиться нужно, иншаллах. Не сделать заранее, пропаститься весь месяц. Подготовиться духовно к этому месяцу. Сколько фадайл, сколько награды. Это знаете, субханаллах, это как бы Всевышний Аллах, субханаму алейхиссалям, нам говорит, двери рая открыты, двери ада закрыты, шайтаны привязаны, милость Аллаха не спосылается, этот пост для меня, я сам тебя награжу. То есть, все есть, делай. Все для этого Аллах, субханаму алейхиссалям, нам сделал, облегчен, субханаму алейхиссалям, бирахматию, от тебя только делать амаль. И также просить Аллах, субханаму алейхиссалям, просить дуа, чтобы Аллах, сколько людей, которые постились с нами в том году, до этого поста не дожили, до этого месяца рамадан. Не знаем, что с нами завтра будет, поэтому просить Аллах, субханаму алейхиссалям, так как Он довел до нас месяц Чаадан, чтобы также до нас довел месяц рамадан. Может быть, это будет последним постом наш, Аллаху алейхиссалям. Поэтому, иншаллах, дай Аллаху нам всем имана, чтобы встретить этот месяц Рамадан и знать, иншаллах, чтобы побольше благих дел в этот месяц сделать. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейсалям, поднимался на мимбар и сказал, «Рагима анфу, сумма рагима анфу, сумма рагима анфу, обделён и унижен, обделён и унижен, обделён и унижен, кейля, мэн я, Расуль Аллах?» Сахабы спросили, кто обделён и унижен? О, посланник Аллаха, это тот, кто вошёл в месяц Рамадан, потом вышел из этого месяца, и Аллах не простил его. То есть, когда люди молились, он смотрел телевизор, когда люди постились, он кушал, когда люди стояли, плакали, вспоминали об Аллахе, в намазах, он сходил, смеялся, играл, ненужными делами занимался. Субханал Айб. Валлахе, это Айб. Аллах, Субханал Айб, для тебя всё сделал, а ты этим не воспользовался. Это фурса. Может быть, последний шанс у каждого из нас. Поэтому просим Аллаха, Субханал Айб, чтобы наши сердца были живыми, чтобы Аллах, Субханал Айб, не да Аллах, Субханал Айб, чтобы на наших сердцах был ран, это вот эта вот кышра, это корка на сердце у кого-то из людей бывает, которое сердце мёртвое, не чувствует сладость веры из-за греха, из-за много грехов, из-за много грехов нечестий. И так, что Аллах, Субханал Айб, это Аллах, Субханал Айб, возможно, сейчас это Рамадан, я говорю, «Моя тасмянуна, стагфир Аллаху ле в лакум воля сайрил мууминей мин кул дзенбе, фастагфируху, иннаху хуа алгафуру ррахим, алжаваду лкарим, ас-самيعу дуа». Закрабни Мухаммад бин Мункадир, Ибн Мухаммад бин Мункадир сказал, «Ламма такалам Аллаху, ламма кал Аллах, субханалу ата'аля, инна асхаба лджаннати льявма фи шугунин фа кихун». Когда он делал тавсир аятам, где Всевышний Аллах, субханалу ата'аля, в сурате Ясин сказал, «Обитатели рая сегодня», то есть судный день, «Обитатели рая в заботах райского наслаждения». И когда делал тавсир аятам, где Всевышний Аллах сказал, верующие, богобоязненные в судный день они будут братьями, на ложах, повернувшими лицом друг к другу. Будет такие ложи в высоту сто локтей. Потому что Всевышний Аллах сказал, в судный день будут у богобоязненных возвышенные ложи, сто локтей в небо. Уверующих будет ложа в сто локтей, сто локтей в высоту, и когда он будет садиться на свою ложу, на эту ложу он будет по райу, по райской обители, передвигаться, где захочет. И на этой ложи он приедет к своему брату, который будет вместе с ним в раю. И там они встретятся. Вместе мы были в Дунья, вместе они поклонялись Аллаху, в этой жизни. И он на своей ложу придет, приедет, в раю к своему брату, которые были вместе в этой жизни. И один брат другому скажет, о, братишка, Знаешь ли ты, когда Аллах простил нас, то есть мы заработали с тобой рай, люди наказываются, кто-то вечно в джаханнаме, кто-то очищается в джаханнаме, мы с тобой в раю. Знаешь, когда Аллах нас простил, когда мы с тобой были в таком-то, таком-то заседании, может быть, это был маджлис ль-илм, это заседание знаний, поста, намаза, какое-то благое дело, когда мы вместе где-то были с тобой в таком-то, такое-то время, Аллах посмотрел на нас и простил нас. Уважаемые братья, Аллах, Субхану Таля, хочет простить нас. Аллах, Субхану Таля, хочет простить нас. Валлаху юриду ан-ятуба алейкум. Всевышний Аллах говорит, Всевышний Аллах хочет простить вас, принять от вас ваше покаяние. Ва юриду ладина ят-таби'ууна щаглаят ан-тамилу мейлан азима. А те, которые следуют своими страстям, они хотят, чтобы вы как можно, как больше можно сбились. Поэтому смотрите, особенно в месяц Рамадан, и чтобы с нами были братья, которые хотят получить также довольствие Аллаху Субхану Таля. Бывают такие, которым без разницы. Есть такие люди, которые, может быть, он в жизни, он твой друг, но ему без разницы. Ему без разницы на тебя. Ему без разницы Субхану Таля, на то, хочет ли тебя Аллах простить или нет. Хочет ли он, чтобы ты спасся от ада или нет. Есть такие люди, может быть, вокруг нас. Поэтому, иншаллах, выбираем хороших, благих братьев, иншаллах, чтобы в судный день вот так вот, иншаллах, дай Аллах нам, чтобы вот это сейчас вот, вот это наше, иншаллах, время, сегодняшний день, чтобы в эту секунду Аллах нас всех просил, иншаллах. Продолжение следует...